Когда стихийные бедствия обрушиваются, они оставляют разрушения, страдания и огромную потребность в помощи. В такие моменты проявляется солидарность и готовность помогать как со стороны обычных граждан, так и со стороны государств и сообществ. Хотелось бы отметить важную роль Центров Ассамблеи Народа Казахстана, которые активно участвуют в оказании поддержки при таких бедствиях. Это проект интервью на телеканале 24КЗ и у нас в студии Дмитрий Останькович, председатель Ассоциации Белорусских Культурных Центров в Республике Казахстан, родный КУТ. Я приветствую вас в студии. Здравствуйте, Арида. Во-первых, какую помощь сейчас оказывают Центры Ассамблеи Народа Казахстана? Какие данные у вас есть? Потому что вы входите в оперативный штаб по ликвидации. Я член Республиканского штаба по ликвидации последствий паводков. Ассамблея Народа Казахстана с начала паводков активно включилась в работу показаний помощи и поддержки пострадавшим регионам. Организован специальный проект АНК, который называется «Журиктен-Журике». И вот в рамках этого проекта мы отправляем гуманитарные грузы по всем пострадавшим регионам. Во всех домах дружбы организованы волонтерские центры и пункты приема гуманитарной помощи. Наш штаб контролирует работу региональных штабов АНК. И мы мониторим ситуацию и мониторим отправку грузов по регионам. Достаточно людей, достаточно волонтеров на местах? Знаете, я могу уже с уверенностью сказать, что по последним данным только Ассамблея по Республике задействовала более 10 тысяч волонтеров. Это удивительные люди, которые достойны самой высокой похвалы и уважения к своей работе. Как, на Ваш взгляд, после критики президента проходят противопаводковые мероприятия? Ну, Касымжамар Кемельич Токаев в своем обращении к народу Казахстана продемонстрировал приверженность к открытому управлению государством и оперативность реагирования на экстренные ситуации в стране. Я уверен, что после критики президента наши Акимы, министерства, вооруженные силы работают на максимуме своих возможностей. И казахстанцы еще раз убедились в эффективности руководства нашего президента. Ну, на Ваш взгляд, нужно пересмотреть какие-то алгоритмы действий? Знаете, наука и технологии не стоят на месте. Я думаю, что нам нужно перенять опыт самый передовой, который есть в мире, по устранению и по прогнозированию, наверное, паводков и наводнений. И я уверен, что этим займутся компетентные люди в свое время. И я думаю, что мы какие-то уроки возьмем из этой ситуации и в будущем постараемся это предотвратить. Что на Ваш взгляд зависит от рядовых казахстанцев во всей этой ситуации текущей? Я думаю, что самое главное – никогда не поддаваться панике. Всегда сохранять самообладание. Есть специальный четкий алгоритм, как вести себя во время паводков. Этот алгоритм есть в интернете, с ним нужно ознакомиться, его нужно соблюдать. Я думаю, что беды не приключится большой после того, что ты сможешь сам предпринять какие-то меры основные. Ну и самое главное – наверное, нужно никогда не отчаиваться, потому что ты должен быть уверен. Ты уверен на 100%, что к тебе всегда придут на помощь, что тебя поддержат трудную минуту твои граждане, твоей страны, твое руководство, правительство, и ты никогда не останешься один на один со своей бедой. Я думаю, что Ассамблей народа Казахстана своим примером показала, наглядно продемонстрировала единство и сплоченность казахстанцев вокруг сложившейся ситуации. Все этнокультурные центры страны оказывают помощь и поддержку пострадавшим. Мы обязательно победим эту стихию. Какие данные сейчас у вас самые свежие по регионам? С утра я из штаба получил уже последние данные о ходе работы. Представителями региональных АНК направлено 241 тонна продуктов питания и товаров первой необходимости. Направлена гуманитарная помощь на 43 грузовых машинах, это средне-большегрузные фуры. Привлечены 24 единицы специальной техники, это экскаваторы, КАМАЗы, самосвалы. Меня спрашивают, откуда у вас техника в Ассамблее? Откуда у вас техника в Ассамблее? Да. Дело в том, что Ассамблея – это большое количество людей. Ну и бизнесмены. Да, есть бизнесмены, есть руководители и строительных компаний, есть, кто строит дороги. Это люди, которые просто от всей души безвозмездно помогают тем, кому попал в беду. Оказана благотворительная и гуманитарная помощь на сумму более 334 миллиона тенге. В рамках проекта «Журик-Тен-Журике» членами АНК, Ассамблея Жастары, волонтерских центров на местах на постоянной основе доставляются продукты питания, предметы первой необходимости, тёплые вещи. Оказывается, другая помощь пострадавшим. В настоящее время в регионах активно собираются грузы гуманитарной помощи. Знаете, у меня есть даже чёткая, точная таблица по всем регионам. По Алматы, по Шимкенту, Акмолинская область, Карагандинская область, область Улытау, Кастанайская. И все члены этнокультурных объединений помогают ежедневно, ежечасно. Идёт помощь пострадавшим. Дружно включились в этот процесс, да? Да. Мы одна семья, мы один народ. Какие средства и ресурсы могут быть мобилизованы вашими центрами для эффективной помощи тем, кто оказался в трудной ситуации? Вы сказали, что у вас данные по всем регионам. И конкретно какая сейчас нужна помощь? Я был как член штаба республиканского на онлайн-заседании со всеми регионами страны. И пострадавшие регионы в основном просят лодки, резиновую обувь, продукты питания, какой-то другой первой необходимости. И мы стараемся всегда их потребности решать оперативно. Потому что то, что нужно в первую очередь, то мы и стараемся закупать. Например, вот на базе Дома дружбы города Алма-Аты 4 апреля начал действовать штаб по сбору гуманитарной помощи. Вот Алма-Атинский республиканский этнокультурный центр «Уйгуров» направил продуктовый набор на сумму 1 миллион тенге. Армянский этнокультурный центр «Луиз» закупил 250 килограмм сахара, 250 килограмм муки, комплекты постельного белья на сумму 800 тысяч тенге. И это можно перечислять. Дочи садунган закупили одежду. То есть кто-то продукты питания, кто-то теплая одежда, кто-то плавательные средства. 200 штук матрасов, подушек, консервы. Мы от всей души помогаем. С отправкой груза. Опять-таки мы стараемся своими силами. Есть люди, которые помогают нам и с фурами, и с другими машинами. Проблем нет. Есть информация о том, что на местах, в зонах подтопления, нередки случаи, когда предприниматели поднимают стоимость своих товаров. Понятно, да? Да. Сложно привести и пополнить запасы, но тем не менее. Не было жалоб? Ну, то, что я слышал, ни одной жалобы не было. Я думаю, что сработало то, что в обращении наш президент обратился к бизнесмену, чтобы они не завышали цены на товары, первой необходимости. Но я думаю, что мы все люди адекватные, понимаем, что когда кому-то тяжело... То есть беда не бывает чужой, да? Она приходит, и вот она вокруг тебя, и ты должен помогать. Иначе, когда придется тебе тяжело, да? Тебе никто не поможет. Так что я думаю, что все будет хорошо. Спасибо большое за интервью. Я думаю, что все вместе мы обязательно победим. Спасибо большое, Ида. Это была программа интервью. Я прощаюсь с вами до следующих встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова